Всем привет! С вами Верба Нелс и сегодня выполним достаточно простой маникюр, но благодаря блесткам праздничной и, конечно, за счет прозрачной основы маникюр будет носиться очень долго. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Поехали! Ко мне вернулся вот этот маникюр. Мы его выполняли вместе с вами. Есть видео, сейчас появится ссылочка на него в верхнем углу экрана, так что кликайте. А сейчас будем снимать старое покрытие. И, как обычно, красной фрезой, твердосплавной, я снимаю на средних оборотах, примерно 15 тысяч, снимаю по черновому варианту и потом буду уже дорабатывать пилкой. На этой скорости я снимаю только цвет до прозрачной базы, а затем сбавляю скорость, примерно до 5000 оборотов и уже аккуратнее, более убираю основную толщину материала, но небольшой слой базового покрытия старого я оставляю. Далее пилкой с одноразовыми файлами, у меня абразивность 180 грит, я придаю форму свободному краю и прохожусь также по зоне натурального ногтя и по всей поверхности. Перед самим маникюром обязательно пушером подталкиваю кутикулу, приподнимаю ее и также топориком с обратной стороны подчищаю птериги, отделяю его, так фрезе будет легче проходиться эту зону. Для комбинированного маникюра буду использовать две фрезы и для этого на скорости 5000 оборотов обрабатываю кутикулу и боковые валики в двух направлениях. Теперь я беру вторую фрезу и также в двух направлениях на той же самой скорости прохожусь по кутикуле и боковым валикам. Кушером подтолкну и проверю, насколько хорошо отделилась кутикула и теперь беру в руки ножницы и обрезаю. Хоть кутикулу у нас отросло не очень много, но боковые валики достаточно активные, поэтому я беру большую фрезу и ей прохожусь по боковым валикам, хорошенько их зашлифовывая. Также я решилась наконец-таки приобрести силиконовые шлифовщики и честно результат после работы с ним мне очень нравится. Так что если вы, как и я, все еще думаете нужны вам они или нет, то однозначно купите один и попробуйте. Далее убираем пыль, обезжириваем и наносим бескислотный праймер. Сегодня работать буду базой Уна и первый слой конечно же наношу просто тонко втирающими движениями, просушиваю в лампе 30 секунд и затем уже буду делать именно выравнивание. Наношу выравнивающий слой, для этого сначала тонко промазываю ноготочек, а потом беру каплю побольше и распределяю ее по центру ногтя, немного подталкивая материал к краям и к кутикулы, но обязательно проверяю, чтобы наплыва не было лишнего материала и был ровный блик. Базовый слой готов, обезжириваем ноготочки, так как сейчас для дизайна нам понадобится защитная пленка, которую мы будем приклеивать и ноготь должен быть именно обезжирен, потому что пленка по-другому просто не приклеится. У меня это полоски для аэрографии, но вы можете использовать абсолютно любые самоклеящиеся ленты, главное, чтобы они плотно приклеивались к ноготочку. Градиент буду делать при помощи аэропуфинга, для этого белую гель-краску с липким слоем наношу при помощи аэропуфинга на ноготочек. Тут я вспомнила, что не нанесла защитную пленку на кожу вокруг ногтя, поэтому наносим Skin Defender. Конечно же, можно и без него, но не забывайте, перед полимеризацией в лампе обязательно убирайте гель-краску с кожи, иначе потом это будет сделать очень-очень сложно. Градиент буду делать тремя слоями, поэтому первый слой достаточно легкий и прозрачный. Ленту не снимаю и просушиваю в лампе все 30 секунд. Далее наношу второй слой градиента. Кстати, кто еще не знает, как бороться с пылинками, ворсинками и мусором на аэропуфинге, то ссылка сейчас появится в верхнем углу экрана, в этом видео я подробно рассказываю, как от этого избавиться. Просушиваю в лампе, в итоге я сделала три слоя градиента, и сейчас снимаю защитную ленту, и вот что у нас пока получилось. Прозрачную серединку я буду наносить в блестки, на свободном крае у нас будет более насыщенный слой блесток непрозрачный, и далее я растушевываю ближе к кутикуле, сводя его в прозрачный слой. Просушиваю в лампе 30 секунд, и мне немного не хватило плотности блесток на свободном крае, поэтому добавляю еще немножко. Сушим в лампе и перекрываем все финишем. Снимаем слой защитной пленки, я нанесла достаточно тонкий, поэтому он так плохо снимался, но в принципе все равно снимался, поэтому все убираем, протираем ноготочки, и наш маникюр готов. На мой взгляд дизайн один из самых простых и легких в исполнении, но смотрится достаточно эффектно. И безусловно огромное преимущество прозрачной основы, так что маникюр будет отостать практически незаметно. Поделитесь в комментариях вашим мнением относительно этого дизайна, ставьте пальчик вверх, если вам было интересно это видео, а у меня на этом все, скоро увидимся, пока-пока.